С вами еще раз хочу повторить на первичной консультации перед процедурой, не когда пациент у нас с вами в кресле, потому что когда он в кресле, у него уже другой страх, он уже отключается, он уже не так реагирует на наши посылы, он уже может не задать какие-то вопросы, он волнуется, что ему будет больно или что ему там будет неприятно, или как это вообще все будет происходить. Поэтому информированное согласие подписывается непосредственно перед тем, как у нас с вами пациент окажется на кушетке. На первичной консультации не подписывайтесь с пациентом информированное согласие, по той лишь простой причине, что вы можете провести консультацию, он может подписать с вами информированное согласие, потом где-то он что-то подумает, найдет где-то подешевле процедуру, сделает процедуру, получит осложнение, придет к вам с вашим информированным согласием, что вы провели у него здесь процедуру. И доказать что-то будет достаточно проблематично. Поэтому памятку мы выдаем заранее, можем выдать, а вот что касается информированного согласия, то она подписывается непосредственно перед процедурой.